Три летних дня 1984 года по Свердловску путешествовало кресло. Полукруглый стул возили под усиленной охраной. Вслед за мебелью, где бы то ни было, появлялся человек в больших очках и голубом френче. Северокорейский лидер Ким Ир Сен, подобно императорам древности, свой трон всегда возил с собой. И нигде не появлялся без этой сидушки. На вечернем концерте в оперном театре кресло ему поставили в самом центре зала, прямо в проходе. 26 июня 1984 года на первой платформе Свердловского вокзала встреча дорогого гостя. Ким Ир Сена приветствует тогда еще просто глава Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин. После почти что брежневского поцелуя фото с пионерами. За кадром типичной протокольной съемки осталась прямая и явная угроза для снимающих. Еще в 46-м на привокзальной площади Пхеньяна в Кима метнули гранату. С той поры лишний шаг в сторону вождя карается выстрелом на поражение без предупреждения. Во-первых, мне сказали, что ближе 4 метров не подходить. Во-вторых, снимать под определенным ракурсом. Потом я обнаружил, что у него на шее сзади была шишка. Так вот, они заботились о том, чтобы этой шишки не было видно. На перроне Свердловского вокзала в то утро только нужные люди и никаких лишних движений. Личный поезд Ким Мерсена показался по расписанию ровно минута в минуту. Вот только остановку точно не учли. Как оказалось, по пути на Урал к восьми вагонам спецпоезда присоединили еще два для 9-го управления КГБ. Состав подтягивать не стали. И вагон с любимым руководителем корейского народа проехал мимо красной ковровой дорожки. Ее пришлось быстро перестилать. По режиму, который предназначался ему, Ким Мерсену, он должен спускаться не более четырех ступенек. Трех-четырех ступенек. От уровня пола вагона, значит, три-четыре ступенки и все. В народа он не вызывал восторга. Ну, приехал, приехал. Что можно сказать? Очень степенно, очень степенно. Так, значит, как, ну, будем говорить, мы со стороны так смотрели на нее. Ну, как будто надменно так смотрели, что он здесь типа того приехал. Не то, что он приехал как в гости, а он приехал как будто он тут хозяин. Вечером того же дня Ким Мерсена ждали в оперном театре. Классику заменили солянкой из уральского фольклора. Корейская охрана вместо сцены два с лишним часа смотрела на маршала могучей республики. Ким Мерсен сел в первом ряду. Я видел, что были рядом со мной корейцы, и оказалось, что это были врачи. Они все время наблюдали, как он там себя чувствует. Все время так, кстати, тянули голову, смотрели. Сам гость, похоже, был увлечен представлением. Рябинушки и валенки так запали ему в душу, что уральский народный хор выписали на гастроли в Северную Корею. АПЛОДИСМЕНТЫ Это вот песня, которая была под танец. Мы шили специально костюмы. Было очень забавно, когда мы первый раз вышли с этим танцем на сцену. Вот эти вот скромные корейцы, неэмоциональные, они стали смеяться. В корейских газетах этой же зимой свердловские кокошники на первых страницах. Хористам Ким Мерсен дарит именные часы и фотографируется с ними на память во дворце Пхеньяна. В три ряда выставлены уральцы и усажены посередине Ким Мерсен. Любовь к мелодиям с растительной тематикой у Ким Мерсена еще с 56-го года, когда он впервые приезжал в Свердловск. Тогда молодого брата-коммуниста тоже развлекали легким жанром. В театре мускомедии давали белую акацию, оперету Исаака Дунаевского о радостях китобойного промысла. Полвека назад на Урал Ким Мерсен прилетел, а не приехал. Знаменитая аэрофобия постигла великого вождя позже и, похоже, имела политическую причину. Отцы братских народов воздерживались от передвижений по воздуху, а товарищ Ким ни в чем не хотел отставать от Сталина и Мао Цзэдуна. Железнодорожная традиция передалась по наследству. В 2001 году сын солнца нации Ким Чен Ир следует по пути отца. Он проехал Хабаровск, в окрестностях которого и появился на свет, сделал остановку в Омске, а вот на станции Свердловск даже не показался из вагона. В 1984-м бояж Ким Мерсена по Союзу советской казни обошелся в копеечку. Бронированный спецсостав словно черепаха тащился по Транссибирской магистрали, сбивая с графика скорые и товарные. Свердловский бронепоезд вождя вокзальный перрон занимал не больше 15 минут. Затем его отвезли на окраину, вот сюда, в один из тупиков. Здесь недалеко развязка на компрессорной. Тут и до резиденции в малом истоке рукой подать не больше одного километра. Питался товарищ Ким подальше от посторонних глаз. Лишь однажды отобедал в ресторане «Космос». Трапезничали ровно один час и 10 минут. Все это время за спиной вождя стоял черный человек с маленьким чемоданчиком. Еду подавали официанты. Он только руководил, значит, напитками. Вот теми напитками, которые были у него в дипломате. Он даже стекло, самое фужеры, фужеры-рюмку поставил свою. Это вообще, я думаю, не было спиртное. Поэтому то, что он дал из фужера какой-то напиток одного цвета, из меньшего. Или рюмки для вина, может быть, что-то и было тонизирующее. Нет, немного, конечно. На экскурсии по Уралмашзаводу Ким Ирсена нет. Шагающие экскаваторы рассматривают его подчиненные. Вроде бы сам маршал могучей республики в этот момент рвался на новейшую Белоярскую атомную станцию. В 1984-м Корея уже обладает своими реакторами. Но они маломощные, да и оружейного плутония не производят. Но попытка прорыва не удалась. Вместо Атомграда гостя прокатили к музею Дома офицеров, поглядеть на арсенал времен Великой Отечественной. До испытаний первой атомной бомбы на корейском полуострове остается еще два десятка лет. Даже для сопровождавших Ким Ирсен так и остался вождем в футляре. Незначительные следы фотохроники и ничего личного, кроме вежливой восточной улыбки. Куда больше сверловчанам давали фоторепортажи в журнале Корея. Популярная советская периодика после перестройки напоминает больше журнал «Крестьянку», пишущий о быте, традициях и истории корейцев. Однако в 80-е по антикапиталистическому сарказму этот журнал сравним разве что с крокодилом. Насмотревшись веселых картинок, группа «Апрельский марш» в 88-м даже написала мелодию «Великий вождь, товарищ Ким Ирсен». В альбоме «Голоса» это была единственная безголосая тема. Продолжение следует...